Товарищ капитальный лейтенант, команда пограничники школы номер 25 к проведению военно-спортивной игры «Зорница» построены. Дождь и ветер боевому настрою участников не помешали, а наоборот лишь добавили желание поскорее начать соревнования. 15 школ Первомайского района и курсанты Нахимовского училища. 340 ребят сразились за звание команды победителя самой масштабной за последние 20 лет «Зорницы». Хочу сказать и заверить вас, что вот эта первая игра, мне так кажется, мы с руководителем Первомайского района пообщались, она не последняя. И в будущем, я думаю, только пойдет наверх ступеньками, все совершенствуя и совершенствуя эту игру. Внешний вид, стройподготовка и, конечно, военная эстафета. Вдоль трассы-картодрома на различных пунктах школьники должны были на время собрать и разобрать автоматы Калашникова, метать дротики, наложить фиксирующую шину на руку пострадавшему, надеть противогазы на скорости по всем правилам. А еще преодолеть полосу препятствий. Финальный этап – захват флага. Многие участие в «Зорнице» принимали впервые. Готовились, ездили в поликлинику, чтобы узнавать, как правильно кладывать шину. Решили принять участие, просто чтобы попробовать свои силы. Мы очень рады здесь участвовать. Мы очень долго готовились всей нашей командой. Я командир. И, ну, так как это военно-спортивная игра, все-таки нужно поучаствовать за здоровый образ жизни. Офицеры младшего офицерского состава Тихоокеанского флота, которые на мероприятии выступали в качестве судей, начисляли школьникам баллы, а также давали ребятам подсказки при возникновении каких-либо трудностей. К мероприятию организаторы готовились давно. Я хотел бы, кстати, искренне поблагодарить и управление образования, управление спорта, администрации города за оказанную поддержку и помощь. И очень сильную поддержку и помощь, конечно, оказал нам Тихоокеанский флот в плане предоставления боевой техники. Здесь будут выступления показательные подразделения морской пехоты. Цель проведения нашей зорницы – это самое главное – научить ребят работать в коллективе и чтобы они увидели о том, что есть и другая жизнь молодая, не только та, в которой они, может быть, в большинстве своем живут. На картодроме «Змеинка» участники мероприятия увидели военную технику Тихоокеанского флота и Росгвардии, среди которой бронетранспортер БТР-80, реактивная система залпового огня «Град» и зенитный ракетный комплекс «ОСА». В завершении мероприятия всех участников игры угостили солдатской кашей. Анна Бережная, Новости на Восьмом.